То, что смог принести в редакцию Дмитрий Харя, оказалось только одной шестой его коллекции шарфов со спортивной атрибутикой. Необычное хобби Дмитрия началось несколько лет назад с поездки в Екатеринбург на футбольный матч. С сыном ездили на футбол, играл, это, по-моему, девятый год был, играл в Урал и ЦСКА. И вот мы купили кепку, купили флажок и купили шарф. Да, в Екатеринбурге. Вторым в коллекции стал красный шарф с символикой пермского клуба «Амкар». После него посыпалось, как из рога, изобилие. Друзья Димы везли спортивные атрибуты из Санкт-Петербурга, Минска, Ярославля, Москвы. А вскоре география шарфов расширилась до мировых диапазонов. Вот это Парисов Жермен, то есть это вот мне друзья с телевидения привезли, чему я был очень рад. Потому что, да, это, во-первых, оригинально, во-вторых, Франция не та страна, куда бы я хотел попасть. Поэтому я думаю, что если я туда и попаду, то не по своей воле, в плане, если только семья захочет. Дмитрий бережно укладывает в свою коллекцию далеко не все шарфы. Туда попадают только те, которые были куплены в городах, где базируются спортивные клубы. Недавно почетное место в этой шарфовой экспозиции занял экспонат из-за океана. Однажды, загоревшись идеей побывать в Америке, Дима четыре года шаг за шагом шел к своей цели. Мечта стала реальностью в марте нынешнего года. Коллекционеру из Верхней Салды удалось побывать в Питтсбурге, где он стал зрителем нескольких матчей любимого хоккейного клуба «Питтсбургские пингвины». Первая игра была с «Вашингтон Кэпитал», где играет Александр Овечкин и Евгений Кузнецов наши. Вторая выиграли 5-2. Потом мы поехали в Баффало. Сколько ехали? Это по-нашему 400 километров примерно от Питтсбурга. Там команда Питтсбург встречались с Баффало Сейборс и выиграли 5-0. Потом опять мы вернулись в Питтсбург. Я, кстати, побывал на Ниагарском водопаде, потому что Баффало считается всеамериканским городом, потому что Канада там буквально через реку. То есть Ниагарский водопад – это просто мощь. Это просто, я не знаю, это даже объяснить, это надо видеть. Потом мы повернулись обратно в Питтсбург, встречались с нынешним обладателем клубка Стэнли, Сент-Луис Блюз, к которому попали 0-5. И последняя игра была пенсильванская дерби. Это штат Пенсильвания, это играла Филадельфия Флайерс и Питтсбург Пинген. Об американской поездке напоминают сегодня сотни фотографий и желто-черный шарф с символикой клуба. В штатах Митрия впечатлило все – чистота на улицах, огромные стадионы, дружественное отношение к иностранцам. Но Дима – патриот своей страны. Я уж люблю свою страну. Я бы, наверное, жить там не смог. Лично я, на мой характер, я бы жить там не смог. Но я говорю, что съездить туда и посмотреть, и даже кое-чему научиться, я думаю, что нам стоит. Спасибо большое моим американским друзьям, которые помогли мне осуществить эту мечту. Причем осуществить настолько, что я практически не нуждался ни в чем. У меня не было никаких проблем с передвижением, с попаданием на матчи. Сегодня за матчами любимых пингвинов Дмитрий воодушевленно следит в сети интернет. Он специально просыпается в 4-5 утра, чтобы не пропустить игру. При этом он обязательно наденет атрибут – фирменный шарф, словно пытаясь приблизить победу команды. В его уникальной коллекции есть шарфы со сложными судьбами клубов, которые их выпустили. Например, хоккейный клуб Донбасса – это сегодня уже история, как и разрушенный в Украине стадион. Случались и забавные случаи в поиске шарфов. Это дружок мне привез, который болельщик Спартака. Это мой близкий человек, друг. Он привез и мне говорит, привези мне СКА, питерский. Потому что в Питере часто бывает. И он когда мне его привез, говорит, на. Пеструю коллекцию, которая насчитывает сегодня более 60 экземпляров родом из Америки, Германии, Франции, Канады и десятков городов России, Дмитрий планирует пополнять новыми сувенирными шарфами. Например, коллекционер мечтает раздобыть атрибут китайского клуба Кунь-Лунь. Но пока он в поиске путей добычи желанного экспоната. Возможно, для получения китайского шарфа придется съездить в Поднебесную. А не получится? Что ж, помните, как сказал Гетте, все коллекционеры – самые счастливые люди. Продолжение следует...